Дом превратился в решето. Это у нас вывалить все швы, крыша протекала, хотя в 2012 году делался, казалось бы, капитальный ремонт крыши, но, как оказалось, не проложили утеплительный слой. И у нас крыши текли, в общем, квартиры протекали, подъезды протекали, и холод стоял в квартирах не выше 18 градусов. В этом году крышу переделали, теперь в квартирах стало тепло, и никаких протечек больше не наблюдается. Отремонтировали также фасад здания, поменяли входные группы, обновили межпанельные швы, покрасили наружные стены дома. Причем во время выполнения последней работы возникли свои трудности. На данном доме нестандартной серии плиты имеют фактурную поверхность, то есть они не плоские, соответственно, покраска сложнее происходит. Со всеми трудностями удалось справиться, а сами жильцы дома выбрали цвет фасада. Сейчас в доме завершается работа по ремонту системы водоснабжения. Обрадованные жители уже строят планы на будущее. Нужно привести в порядок подъезды, поставить новую детскую площадку, благоустроить двор. Продолжится в следующем году и программа капитального ремонта. Темпы нужно наращивать для того, чтобы в рамках программы, в рамках сроков реализации программы, все дома успели войти и были отремонтированы. Региональным операторам завершается подготовка краткосрочного планта капремонта на будущий год. После его утверждения на электронной площадке пройдут аукционы по отбору подрядных организаций. А для жителей выпущено специальное методическое пособие. Оно поможет дать ответ на вопрос, как войти в программу капремонта, чтобы дом вновь стал красивым и уютным. Егор Титов, Юрий Ломатов, Новости дня, Ульяновская правда.